Кассета четвертая Если притязания этой последней гипотезы оправдаются, то слово «анемизм» будет прилагаться к специальному виду явлений, производимых началом анемически. Душевным, как самостоятельно мыслящим и организующим, доколе оно связано с телом, а под слово «спиритизм» будут, разумеется, явления, приписываемые действию того же самого начала, отрешенного от тела. Слово же «медиумизм» будет обнимать все явления анемические и спиритические, без специализации гипотез. Объективность силы, действующей при медиумических явлениях, проявляется не одним стуком, а и другими совершенно наглядными и осязательными результатами. Я не буду говорить о различных видах прямого приложения этой силы к движению внешних предметов, без всякого видимого к ним прикосновения кого бы то ни было. Если же проявления этого движения бывают иногда и вполне разумны, как в случаях непосредственного письма, то мы точно так же допустили, что они могут быть отнесены к нашей собственной разумной деятельности, хотя и бессознательной. Но укажу на еще более интересные и сложные явления, которые эта сила, когда эта сила делается настолько конкретною, что сама принимает видимые образы, сама творит временное вещественное тело для произведения подобных движений. Видимое и осязаемое появление рук на сеансах началось очень скоро, после так называемых ротчестерских стуков, и продолжается и по сей пору. Исписано об этом масса, но совершенно достаточно обратиться хоть к свидетельству Крукса, исследование которого из области спиритизма считается и не без оснований, а авторитетными. Вот что он говорит в своих изысканиях в области спиритических явлений. Прикосновение рук довольно часто ощущается на темных сеансах или при таких условиях, когда их нельзя видеть. Реже мне случалось видеть их. Я не буду производить здесь случаев, когда это явление происходило в темноте, но я выберу несколько из тех многих, когда я видел руки при свете. Маленькая, весьма красивая Руська поднялась из отверстия, оставленного в раздвижном обеденном столе, и подала мне цветок. Три раза она появлялась и затем снова исчезала, что дало мне полную возможность убедиться, что она была на вид столь же реальная, как моя собственная. Это произошло при свете в моей комнате, и покуда я держал и руки, и ноги медиума. В другой раз появилась маленькая Руська, кисть и локоть, точно детская, играя около дамы, сидевшей возле меня. Затем она перешла ко мне, потрогала мою руку и несколько раз дернула меня за свертук. Однажды мне случилось видеть появление двух пальцев, большого и указательного, которые обрывали лепестки от цветка в петлице господина Юма, и клали их на стол перед сидевшими возле него лицами. Неоднократно случалось мне и другим лицам видеть руку, перебиравшую клавишу гармоники, в то время как обе руки медиума были видимы, а иногда их держали лица, сидевшие возле него. Эти руки и пальцы не всегда казались мне плотными и живыми. Иногда они скорее походили на туманное облако, частью сгущенное в образ руки. И все, и это не все видят одинаково. Например, цветок или другие, другая небольшая вещица, приходит в движение. Один из присутствующих видит над ней светящееся облачко, другой различает туманный контур руки, а остальные же ничего не видят, кроме движущегося предмета. Что касается до меня, то я неоднократно видел сперва движение предмета, затем светящееся облачко, образующееся над ним. Потом это облачко сгущалось, принимало определенные очертания и становилось, наконец, отлично сформированной рукой. В это время рука, видимо, для всех. И это не только одна форма руки, но рука как будто совершенно живая и даже изящная. Пальцы ее движутся, и тело кажется таким же человеческим, как любого из присутствующих. У запястья или локтя она делается туманной и теряется в светящемся облачке. На ощупь руки эти кажутся иногда холодными, как лед, и мертвыми, а в другое время теплыми и живыми. И они крепко жали мою руку, как жмет старый друг. Однажды я удержал такую руку в своей, в твердой решимости не выпускать ее. Она не сделала ни малейшей попытки или усилий, чтобы освободиться, но стали как бы постепенно испаряться. И таким образом исчезла из моей крепко сжатой руки. Однажды на сеансе, происходившем в темноте, Крукс видел светящуюся руку, которая, спустившись как бы с потолка, взяла из руки карандаш и написавши в его глазах на бумаге сообщение, поднялась опять кверху и исчезла. В это время обе руки медиума были в его руке. Из личного моего опыта, говорит Аксаков, могу упомянуть только об одном случае, когда мне удалось видеть и рассматривать материализованную руку. После Крукса можно говорить об этом смелее. Когда я искал медиумов для нашей комиссии, мне хотелось найти такого, у которого обыкновенные физические явления происходили бы при свете. А если эти мота и занавеска уже непременно требовалось, то хоть такого медиума, который сидел бы не за занавеской, а перед ней, на виду всех присутствующих. Таких медиумов мне удалось найти в Нюкс-Кастле, в семействе простых мастеровых Петти. Явления происходили в пустом углу, который я сам отгораживал от комнаты посредством небольшой занавески, подвешенной к железному пруту. Медиум уже дети господина Петти сидели перед занавеской, при свете более или менее достаточном. При этих условиях на сеансе 3 октября 1875 года все предметы, положенные мною самим, прямо на пол пришли в движение, производя слабый шум и стук. На почтовой бумаге, которую я положил туда же, послышалось писание. Тут стуками была потребована бумага, азбука, и сказано «Ступайте, осмотрите, заперта ли дверь», что и так всегда делалось во избежание внезапной помехи. Дверь была единственная, прямо на лестницу. Я выразил желание, что бумага, если на ней что написано, была мне подана. Занавеска немного распахнулась, и в разрезе ее на высоте двух оршин от полу показалась бумага. Я подошел и взял ее. За занавеской во весь разрез ее виднялось что-то белое. Севши на место, я признал свою бумагу. На ней карандашом было написано «Эмма» и еще несколько слов. Занавеска опять немного распахивается. И за ней что-то белое показывается и скрывается. По временам мелькает в разрезе рука. Спрашиваю, могу ли взять ее в свою руку? Да. Подхожу к занавеске. В разрезе ее позади стоит во весь рост как бы человеческая фигура, с головы до ног покрытая чем-то белым. Она протягивает руку, голову до локтя, и кладет ее в мою. Приподнимает ее, поворачивает ладони вверх. Я ощупываю и рассматриваю ее. Света было достаточно, чтобы рассмотреть ее отчетливо. Это была совершенно пластичная, живая, довольно красивая женская рука, несколько влажная, холодная. Ставши боком к занавеске, я в то же время ясно видел всех сидевших, проверяя тот комплект, в котором мы сели. Я подозвал одного из приглашенных, господина Гера, с которым уже прежде был знаком, передал ему эту руку. Он точно так же ощупал, рассмотрел ее, и рука опять возвратилась ко мне. На вопрос мой, чья это рука, та ли, которая подписалась на моей бумаге, она ответила троекратным мановением. Она оставалась таким образом на виду, и в руках наших минут пять. По окончании сеанса я точно задернул занавеску, осмотрел вещи и пол. Что появление подобных рук не галлюцинация, это доказывается тем, что реальность их удостоверена многими путями. Их получались слепки и оттиски. Известны опыты Цельнера в этом роде. Смотри статью А.М. Бутлерова в русском вестнике, 1879 год. Н.П. Вагнеру, между прочим, удалось получить при посредстве одного из медиумов у себя на дому фотографию, находящегося в трансе медиума, и руки, виднеющиеся над головой его. Руки, которая для глаза была невидима. Опыт производился при дневном освещении, и самим Вагнером при помощи фотографа-любителя. Отсюда весьма естественный переход к материализации целых человеческих фигур, которые, к сожалению, благодаря требовавшимся условиям темноты и уединения медиума, не замедлили породить столько шарлатанства. Но это не мешает факту оставаться несомненным. К тому же он является и логическим последствием частичной материализации. Тысячи самых разнообразных наблюдений были сделаны под этим явлением, но и здесь мы должны отдать первое место свидетельству Крукса. Хотя он обнародовал всего три письма об этом предмете, но и их достаточно, ибо прочитавши их, нельзя не прийти к заключению, что приемы Крукса должны удовлетворить всякого непредубежденного скептика. И явление приходится признать абсолютно доказанным, если не желать отделаться пустыми словами. Смотри позитивизм в области спиритизма Аксакова. Ссылка. Как видеть читатель под материализацией на медиумических сеансах мы согласно с А. Аксаковым признаем не явление духов, например, душ умерших людей, а временное образование разумной свободной духовной субстанции, то есть душой, медиумом, вещественных фигур для проявления ее субстанции вовне. Такого же взгляда держится известный духовный писатель, епископ Порфириус Пинский, смотрев в книгу «Бытия моего», где он подобным же образом объясняет известное пророческое видение шведского короля Карла XI. Конечно, не будет никакого противоречия сказанному допустить, что и демоны могут проявлять себя в виде материализованных фигур. Смотри честь именей, в которых есть много рассказов о появлении демонов в виде страшных эфиопов и разных животных, священник Григорий Дьяченко. Медиумизм грудных и маленьких детей. Приведем несколько случаев детского медиумизма, так как они редкие и драгоценны. Маленькая внучка барона Сеймура Киркупа писала, когда ей было 9 дней, вот письмо барона к господину Йенкину. Дочь моя была медиумом двух лет от роду. Теперь ей 21 год, а ее дочь, моя внучка, стала писать, когда ей было всего 9 дней. Ее писание цело, и я пришлю вам с него фотографию. Она родилась 7 месяцев и была непомерно мала. Мать придерживала ее одной рукой на подушке, а другой рукой держала книгу, с лежавшим на ней леском бумаги. Карандаш был вложен в ручку ребенка неизвестно кем, и Валентина, таковое ее имя, держала его в кулачке. Сперва она написала заглавные буквы имен своих руководителей «Р-А-Д-И». Тут карандаш упал, и я думал, что кончено. Дочь моя имогена воскликнула, «Карандаш опять у нее!» И ребенок быстро написал нетвердым почерком по прежним буквам следующие слова «Ничего не меняй! Это хорошее доказательство! Сделай то, что мы тебе сказали! Прощай!» Вы все это увидите на фотографиях. Я также остановил, составил протокол, который вам посылаю. Ребенка отправили по совету невидимых руководителей на другой же день вместе с кормилицей в деревне, но мы послали за ним опять, чтобы попробовать получить фотографию, так как я был знаком с медиумом, фотографом. Мы отправились к нему. Я старался, чтобы ребенок держал карандаш, надеясь снять его пишущим, но он карандаш бросил. Посылаю вам портрет его, каким он удался, но зато на нем вышел образ его бабушки Реджины, которая умерла 20 лет тому назад, 19 лет. Сходство полное. Дочь и внучка тоже очень похожи. Янкин от себя прибавляет. К письму, полученному мной от барона Киркупа из Леггорна, была приложена фотография с написанным ребенком слов, с написанных протокол за подписи семи человек-свидетелей и очень хорошая спиритическая фотография бабушки-ребенка, известной Реджины. К сожалению, здесь не пояснено, какого рода был медиумизм матери-ребенка. По-видимому, она не была медиумом для физических явлений, и в таком случае не была причастна писанию ребенка, ибо такое писание через ребенка равнялось бы физическому действию. В медиуме 1875 год, страница 647. Находим статью. Еще ребенок-медиум, где говорится о семинедельном Артуре Анарода, личика которого в день смерти его деда преобразилась, приняв черты умершего. Он отвечал на вопросы, открывал и закрывая глаза условное число раз, отвечал улыбками, киванием головы и пожатием руки. Ни о каких следах медиумизма в семействе не упоминается. В Баннер Олайт 1876 год упоминается о следующем замечательном случае непосредственного письма через двухлетнего ребенка, перепечатанном впоследствии спиритуалисти. 76 год, том 2, страница 211. Дух Эсти Мот, дочери Мот из Мемфиса, Миссури, покинул после продолжительной болезни свое бренное тело. 18 октября 5 лет 11 месяцев от роду. Эсти была ребенком духовно развитым неполитам, и через ее медиумизм получилось немало убедительнейших фактов. Будучи двух лет от роду, ей случалось держать совершенно одну игрифельную доску под столом, и получать таким образом писанное на ней сообщение в ответ вопрошавшим, когда сама она не знала ни единой буквы азбуки. За последние два года родители не позволяли употреблять ее в качестве медиума, считая это вредным для ее крайне нежного здоровья. Я был вызван телеграммой из-за его, чтобы присутствовать на ее похоронах. Уарренс Чез. Это свидетельство достопочленного Уарренса Чеза достаточно для ручательства в подлинности явления. Позднее я случайно нашел показания Блэка, который был убежден в истинных спиритизм именно тем фактом, что получил сообщение через двухлетнего ребенка. Заканчивая сообщение о медиумизме детей, я не могу не заметить, что случаи, когда маленькие дети видят привидения, нередки. Для примера сошлись на случай ребенка двух с половиной лет, игравшего своими игрушками вместе с духом своей маленькой покойной сестры. Я лично знаю случаи, как двухлетний ребенок известного русского медиума. Во время явления отцу его, знакомой ему личности, также видел ее и, потирая от удовольствия свои пальчики, повторял, указывая на видение «Тетя, тетя». Явления духов в данном случае могут быть, кажется, объяснены коллективными телепатическими галлюцинациями священник Диченко. Здесь, кстати, упомянуть о тех детях, в числе их были и грудные, которые во время гонения протестантов во Франции исполняли с духа, как выражались в то время, и говорили, и пророчествовали, и проповедовали на хорошем французском языке, тогда как вокруг них, в глухих деревнях Севенских гор, все говорили на провинциальном потлах. А один из свидетелей, Жан Верне рассказывает, когда мы прибежали, тринадцатимесячный ребенок лежал в пеленатой в колыбельке, и до этого никогда не произносил ни одного слова и не ходил. Когда я вошел с моими родителями, он отчетливо говорил по-французски, голосом для возраста своего довольно громким, так что его свободно можно было слышать во всей комнате. Он проповедовал, как и другие, которых я видел, под наитием духа, о делах покаяния. Весьма замечательный, говорит сам Фиге, то обстоятельство, что вдохновленные всегда выражались в своем экстазе на чистом французском языке, а не на местном наречии, не имеющем ничего общего с первым. Это было результатом той моментальной экзальтации умственных способностей, которая составляет одну из принадлежностей болезни всевернских экстатиков. Но по нашему мнению, никакая экзальтация умственных способностей не может служить объяснением подобного явления. Критика гипотез галлюцинаций Аксаков Рассказы о материализации фигур человеческого тела до недавнего времени в так называемом образованном обществе на всякого кто вздумал бы спросить вас серьезно о том, верите ли вы в факты, сообщаемые спиритуалистом, спиритуализмом, посмотрели бы как на психически или умственно расстроенного. Теперь дело стоит несколько иначе, и в действительно образованном обществе такой вопрос встречает иную оценку. Тем не менее, если относительно этого предмета и существует какое-нибудь единство взглядов, то разве только в лагере спиритуалистов. Остальная же часть общества держится самых разнообразных воззрений, начиная от отрицания скептицизма и кончая полнейшим отсутствием какого-либо мнения. Я не знаю, что и думать об этом обыкновенно говорят люди последней категории. Причиной такого странного разброда взглядов на вопрос о спиритических правильных медиумических явлениях и главным образом о духах является с одной стороны необычайность этих явлений, связанная со стремлением придать им несимпатичную для научно развитого ума краску. Ссылка. Православные богословы смотрят на медиумические явления или как на вмешательство злой силы митрополит Филарет или как на самообман при недостаточном наблюдении психофизических явлений или как на явление естественное свидетельствующее обытии души священник Григорий Яченко. С другой необходимость признания абсолютной реальности этой чертовщины Пусть сколько угодно говорят о многочисленных разоблачениях обманов профессиональных и непрофессиональных медиумов Все-таки приходится осознать что есть факты неопровержимые засвидетельствованные всеми находящимися в вашем распоряжении физическими средствами Не желая утомлять читателя сообщения многочисленных примеров явлений так называемых трансцендентальных существ и доказательств реальности последних мы ограничимся приведением двух-трех наиболее типичных фактов Для ясности заметим что обстановка опытов материализации духов о которых здесь речь в общих чертах заключается следующим медиум помещается в темной или полутемной комнате за перегородкой за навеской и тому подобное здесь важно только чтобы было какое-нибудь слабое или вовсе не освещенное помещение достаточное для даже оконной ниши комната где располагаются свидетели бывает слегка затенено например надетым на лампу красным абажуром хотя это не составляет строгой необходимости а лишь благоприятствует успеху медиума усаживает и для уверенности в том что он не может принимать активного участия в предстоящих явлениях его привязывают всеми возможными способами опечатывают держат за руки и ноги соединяют с разного рода электрическими аппаратами сажают в мешок иногда даже привязывают нитками за отверстия сделанные в ушах для серик слава мы спробовали кажется все способы какие только сумели придумать для лишения возможности медиума не только выйти из кабинета но даже двигаться и при всех этих условиях присутствующие ощущают прикосновение невидимых рук если дело происходит в темноте видеть видеть эти руки производящими разные действия иногда появляется какое-нибудь лицо целая фигура начиная от слабой туманной формы до вполне реальной личности ничем не отличаемой от живого человека она ходит садится участникам на колени позволяет себя взвешивать на весах причем весы в разные времена колеблется в весьма значительных пределах дает куски своей одежды даже разговаривает пишет и так далее перейдем однако к примерам двое известных ученых нашего времени профессор Крукс и Варлей желая решить вопрос находится ли мисс Кук медиум внутри кабинета в то время когда Кэти материализованная фигура появляется присутствующим вздумали пропускать через тело медиума слабый гальванический ток во все время опыта о состоянии цепи они имели возможность судить по включенному в нее необыкновенно чувствительному отражательному гальванометру находящемуся в комнате опыт о котором идет речь происходил в доме мирового судья Лукс Мора в Лондоне задняя гостиница была отделена от передней посредством тяжелой занавески и имела цель служить темным кабинетом комната была осмотрена до начала сеанса и затем двери в нее заперты передняя гостиная освещалась лампой за экраном гальванометр был поставлен на камин на расстоянии от 10 до 11 футов от занавески присутствовали господин Лукс Мор Крукс госпожа Крукс госпожа Кукс с дочерью Тап Гаррисон и Варлей мисс Кук посадили в задней гостиной два золотых с припаянными к ним платиновыми проволоками были прикреплены посредством резины в руках медиума немного выше запястья между монетами и телом была положена тройная простилка из толстой белой пропускной бумаги смоченной раствором азота кислого аммония платиновые проволоки была проведена вдоль рук до самых плеч и прикреплена к рукам тесемками так что движение рук оставалось свободным каждой платиновой проволоки была прикреплена тонкая обитая бумажной ниткой медная проволока которая была выведена в переднюю гостиную где находились присутствовавшие проволоки были соединены с двумя элементами Даниэля и проверочным кабельным аппаратом когда все было готово занавески были опущены медиум мисс Кук остался в темноте и слабый электрический ток проходил через его тело во все время сеанса ток протекал из обоих элементов через гальванометр через элементы сопротивления через мисс Кук и затем обратно в батарею таким образом вся суть опыта заключалась в возможности следить за медиумом по гальванометру наблюдая происходящее изменение сопротивления представляемого телом объекта малейшее движение медиума необходимо влекущее за собой перемещение полюсов батареи должно было отразиться на изменении сопротивления при таких условиях для одного только освобождения рук приходилось переместить полюсы к плечам а это отражалось на изменении сопротивления выражавшемся 40 деления мегальванометра и несмотря на это Кэти все-таки показалась из-за занавески и подняла вверх оголенные руки при повторении опыта по случаю отсутствия в Орлее сам Крукс руководил им он получил одинаковые результаты но при этом так мало оставил свободной проволоки что медиум если бы стал двигаться мог бы показаться только у отверстия занавески Кэти же выступила из-за занавески на 6 или 8 футов никаких проволок на руках ее не было и за все это время показания гальванометра были превосходны кроме этого господин Крукс попросил Кэти чтобы она опустила свои руки в сосуд с раствором йодистого калия что она и сделала но это не вызвало никаких движений стрелки гальванометра если бы проволоки были где-нибудь прикреплены к Кэти то жидкость укоротила бы путь и для тока и увеличила бы отклонение гальванометра Кэти давала говорит Крукс сеансы у меня на дому каждый вечер чтобы доставить возможность фотографировать ее при искусственном освещении 5 полных фотографических снарядов были изготовлены для этой цели чтобы можно было скоро без задержек делать одну за другой фотографии моя библиотека служила темным кабинетом дверь из нее отворяется в лабораторию вместо одной ее половинки снятой с петель была повешена занавеска чтобы Кэти могла свободно входить и выходить из кабинета наши знакомые присутствовавшие на сеансах помещались в лаборатории против занавески а камеры находились несколько позади и готовые фотографировать Кэти когда она выйдет из кабинета а также фотографировать и все находившееся внутри его когда занавеска будет для этой цели отдернута каждый вечер было от 3 до 4 выставок в 5 камерах так что на каждом сеансе получалось до 15 различных фотографий входя в кабинет мисс Кук обыкновенно ложилась на пол клала голову на подушку и скоро впадала в транс во время фотографических сеансов Кэти окутывала голову своего медиума шалью чтобы свет не падал на ее лицо мне часто случалось одергивать занавеску с одного бока когда Кэти стояла возле нее и нередко все 7 или 8 человек находившихся в лаборатории видели мисс Кук и Кэти одновременно при полном блеске электрического света правда в этих случаях мы не видали лица медиума закрытого шалью но видели его руки и ноги видели как мисс Кук беспокойно шевелилась под влиянием сильнейшего света и слышали как она иногда стонала я имею одну фотографию обеих вместе но сидящая Кэти закрывает собой голову мисс Кук несмотря на довольно большое сходство Кэти с мисс Кук они все-таки различаются рост Кэти меняется у себя я видел ее на 6 дюймов выше мисс Кук вчера вечером с босыми ногами она была на 4,5 дюйма выше мисс Кук шея Кэти была обнажена кожа ее была совершенно гладкая на вид и ощупь между тем как на шее мисс Кук большой рубец который ясно виден и ощущаем уши Кэти не проняты между тем как мисс Кук обыкновенно носит серьги волоса у Кэти белокурые а у мисс Кук темно-русые пальцы Кэти значительно длиннее чем у мисс Кук и лицо ее гораздо больше русые волосы мисс Кук настолько темно что кажутся черными а лежащий передо мной локон Кэти золотисто-русый с ее позволения я сам его отрезал от ее роскошных коз добравшись сперва до самых корней волос и убедившись что они действительно тут росли это различие между медиумом и Кэти было доказано Круксом фотографии сделанной с мисс Кук стоявшей рядом с ученым в той же позе и одежде какую имела Кэти когда ее сфотографировали вместе с Круксом вот еще описание условий снятия фотографии с материализованной фигуры вместе с медиумом Энглинтоном запылал магний рассказывает Аксаков хозяин открыл объектив и я увидел при ослепительном освещении фигуру Эгликтона как бы спокойно спавшего со скрещенным перед собой руками на левом плече его виднелась третья рука с частью белой драпировки а на голове его у самого лба виднелась четвертая рука живая натуральные руки не имевшие той поразительной белизны как в Петербурге когда выставка кончилась руки не отнялись но оттянули Эгликтона назад и он скрылся за занавеской через несколько секунд показывается Эглинтон выходит весь а за ним выступает еще фигура в белом та самая которую мы сейчас видели оба становятся перед занавеской и чей-то голос говорит лайт свет вторичный запылал магний я с изумлением смотрел на высокую фигуру левой рукой своей обхватывавшую и поддерживавшую Эглинтона он был в глубоком трансе и едва держался на ногах я сидел в пяти шагах и при ослепительном свете мог совершенно ясно рассмотреть удивительного пришельца это был вполне живой человек я хорошо видел живую кожу лица его совершенно натуральную черную бороду густые прямые брови и пронисательные глаза все время смотревшие сурово неподвижно прямо в огонь который горел секунд 15 мутцит 12 мутцит мутцит